Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, Курат Таганрог. Сегодня 11 марта 2018 года. Сегодня закончились мои 22-е сутки полного голодания. Кратко опишу я то, что происходило у меня за этот период. Ночь. Спал относительно спокойно. Один раз только проснулся. Где-то часов в 5. Потом снова уснул и проснулся в 8 часов уже. То есть нормально, никаких беспокойств не было. Уже слюна и горечь так не мучают. Горечь мучает, но нет слюны, сухость во рту. Язык буквально... Я сейчас разговариваю, видите, мне тяжело разговаривать, потому что язык буквально прилипает к небу. Проделал я с утра всё то, что положено по системе во время голодания. Значит, почистил зубы, язык почистил хорошо, выпил тёплой воды, 2 литра, аж горяченькой, 2 литра мелкими глотками, так растягивая этот процесс. И после этого, значит, проделал клизму. По-прежнему, значит, выходят каловые камни, чтобы вы в курсе... Это я говорю для тех, кто будет заниматься, чтобы они в курсе дела были, что наш организм, в общем-то, хранит бешеное количество внутри вредных для организма веществ, которые остались. Именно вот эти каловые камни, они, я уже как раньше говорил, они процесс гниения образуют. Это, вот, потому что длительный период, годами могут находиться там пазуха в кишке, вот. И благодаря этому, значит, кровь отравляется и разносит вот эти ядовитые токсины, вот, разносит по всему организму. Соответственно, и в сердце, и в печень, и так далее. Всё, везде, везде все органы отравливаются. А это приводит к несвоевременной болезни и несвоевременной старости и смерти. Вот. Поэтому вот этот процесс обязательный, значит, надо воду такую аж с уриной. Вот сегодня урины, ну, стало меньше уже, вот, допустим, Юрий Николаевич пишет так, сутки надо пить воды столько, чтобы хотя бы литр набирать мочи. Вот. Ну, у меня получилось где-то около литра. Вторую литру я делал кипяченую воду. Обычно, значит, остуживало немножко, добавлял на кончике ножа марганцовку, размешивал, и вот это всё заливал в грушу. Вот. И потом проделал вот эти же упражнения, которые я все для промывки кишок, вот это. И после этого, естественно, все вот эти, где там находились, постепенно они начинают, камни каловые, постепенно, значит, их оттуда я выношу. Ну, значит, воды надо, конечно, пить как можно больше, но не меньше полутора литра. Старайтесь вот это обязательно выдерживать, потому что без воды, во-первых, сейчас и обезвоживание организма происходит, так вот, в процессе голодания. Вот считайте, за 22 суток потерял почти 11 килограмм, так вот. Вот кожа начинает, естественно, уже морщиться, вот, потому что масса уходит, то вот, а кожи-то некуда деваться, вот она и начинает морщиться. Вот. Значит, ну, что вам хочу сказать. Что сегодня, я уже прочитав советы академика Юрия Николаева, я, значит, сегодня уже стараюсь вести, вот вчера, сегодня стараюсь активный образ вести, то есть больше двигаться, больше на ногах держать себя. Вот. И сегодня, вот представьте, с трех часов до 21 часа я был в городе, был в городском доме культуры, значит, там четвертый фестиваль МОТ, проходил, вот, и я делал видеосъемки, в общем, весь период был занят вот этот. Единственное, я взял с собой, значит, пол-литра воды, и вот я периодически так попивала, чтобы сухость сорта приходила, и немножко энергия прибавлялась. Вот. Но я двигался, я, в общем-то, не ходил там безвольно, так сказать, вот, никто, в принципе, не мог сказать, что я там голодаю. Девчонки смотрели там, и, в принципе, они не замечали такого, вот, что я, явно, вот, что я, допустим, вот уже 22 суток без пищи нахожусь. Вот вам для сравнения то, что обычно, когда, как Юрий Николаев пишет, вот, люди, попадая в корабельное крушение, там, где-то, вот, допустим, на немитаемом острове остаются, вот, и они в течение трёх дней, не получая пищу, они помирают с голоду. Вот, такие случаи были, вот, но здесь, то есть там психологическое воздействие, человек сам себя психологически убивал. Вот, здесь же, как вы видите, можно спокойно, без пищи обходиться, вот, более трёх недель уже так, и абсолютно есть не хочется. Вот, и сегодня есть абсолютно не хочется. Вот, вот, но я знаю, что у меня в холодильнике яблоки лежат, всё заготовлено, овощи, то есть я в любой момент, сколько выжималка находится там, я могу в любой момент, значит, остановить это дело и продолжить выход с голодания, то есть начну запускать иммунную систему, вот, пищеварительный тракт и так далее, всё. Вот, и поэтому бояться этого нечего. Единственное, надо строго соблюдать, соблюдать основные положения, те, которые, особенно, я говорю, опасен, это выход. Выход, чреват, да, там можно человеку угодить и на тот свет, потому что там очень опасно. Надо всё расписать и постепенный выход делать, и знать, что употреблять. Не дай бог там солёный, не дай бог кислый какой-то, не дай бог мясо, жирные, жиры какие-то, мёд, хлеб, селёдку, рыбу, ну, вообще, всё, что молоко, там и так далее. Категорически этого нельзя делать. Вот, и только там после определённого периода, когда пройдём уже, вот, где-то во второй половине, когда восстановление, тогда уже можно понемножечку, там, чуть-чуть, но только хлеб, мёд, там, вот, орехи, вот, а остальное же соль, там, кислое, там, молоко, нельзя. Кефир можно там будет ещё, вот, значит, вес мой сегодня, вес мой ещё опустился, значит, стал 73, 650. Ой, 63, 750. Вот, смотрим, вчера меня был 74, 0,50, сегодня 73, 750 на 300 грамм, на 300 грамм вес упал. Вот, ну, пульс, пульс я замерял уже, в общем, пульс сегодня, ну, я, во-первых, замерял после того, как с улицы пришёл, отошёл я где-то около километра ещё пришлось, машину в гараж поставил, около километра шёл, так вот. И пульс, конечно, повышенный, 66 ударов в минуту, вот. Но не в спокойном, то я раньше в спокойном состоянии так замерял, а сейчас. И что ещё показательно, что объём талии мой уменьшился на полсантиметра, стало, значит, 94,5 сантиметра. 94,5 сантиметра. Вот, то есть, я уже подбираюсь к той грани, за которую не должен выходить нормальный мужчина. То есть, не более 74 объём должен быть талии. Женщинам, я говорил уже, не более 80. Ещё раз говорю, что это не для того, для красоты, это для здоровья. Для здоровья, потому что лишняя талия – это источник дополнительных болячек. И отсюда и начинаются появляться все болячки в человеках. Ну вот, друзья, кратко то, что я хотел рассказать об этом периоде 22-суточного моего голодания. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Значит, если появились у кого-то вопросы, задавайте их в комментариях. Значит, прошу вас только, комментарии задавайте под видео в Ютюбе, на моём канале в Ютюбе. Там есть комментарии, и вот конкретно там записывайте вопросы. Потому что не задавайте вопросы в Одноклассниках, не задавайте вопросы ВКонтакте, в Твиттере или в Фейсбуке. Значит, на эти вопросы я отвечать не буду. Почему так? Потому что такие законы Ютюба. Чем больше будет лайков, чем больше будет комментариев записано на моём видео, тем видео будет иметь более повышенный рейтинг, и оно будет продвигаться. То есть, поисковики будут его замечать и выдвигать в топовые. А мне, как блогеру, это необходимо. Потому что я, в принципе, снимаю это для того, чтобы как можно больше людей узнало. И чем больше будет лайков и комментариев, тем больше люди будут эти видео смотреть и брать для себя что-то полезное. Наглядно смотреть, как я при голодании чувствую себя. Такие законы Ютюба. Значит, если вы не знаете, как зайти, допустим, есть многие там в Одноклассниках видят, включают, но смотрят именно то, что закачано в Одноклассниках. Значит, в Одноклассники и ВКонтакт, в Ютюб я загружаю только с целью продвижения этого видеоролика, чтобы посмотрели многие. Но вопросы задавайте только в комментариях. Значит, если вы не знаете, как войти в Ютюб, значит, там, как раз под видео, в правой стороне, есть квадратики, написано Ютюб. Вот, кликните курсором мышки по этому значку, и вы попадете на канал Ютюба. То есть, вы будете там смотреть точно такой же видеоролик, и там можно задавать вопросы. Всем удачи, до завтра.